Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает очень насыщенная торговая сессия, очень много фундаментальных отчетов, событий, которые, конечно же, станут источником повышенной волатильности. В 8.00 по GMT ждем выступления вице-президента Европейского Центрального Банка Луиса Тегиннеса. В 8.30 по GMT выйдет отчет по активности в сфере услуг Англии. Очень важный компонент общего состояния британской экономики и после довольно слабых данных по производственному сектору я ничуть не удивлюсь, если и сфера услуг тоже разочарует участников рынка и может стать источником дополнительного давления на британскую валюту, за которой мы наблюдаем уже довольно-таки давно. В 10.30 по GMT состоится выступление главного экономиста Европейского Центрального Банка Филиппа Лейна, чью риторику мы обычно трактуем как подтверждение мягкой позиции Европейского Центрального Банка, который склонен, на мой взгляд, к двум или даже трем снижениям процентной ставки до конца этого года. И я сторонник того, что усиливающийся контраст в политиках Европейского Центрального Банка и Федеральной резервной системы оставит евро в числе аутсайдеров. В 12.15 по ADP уже тяжелая артиллерия будет, в частности, данные по американскому рынку труда, отчета ADP, который предваряет пятничные данные по нонфармперлесса. И сегодняшний релиз это своего рода такая статистическая фундаментальная репетиция. Если вы хотите, друзья, получить больше вводных относительно того, на что же настраиваться в пятницу, когда выйдет официальный отчет по рынку труда США, то сегодняшний релиз ADP вам обязательно в этом поможет. В 14.00 по GMT индекс ISM активности в сфере услуг США тоже важный показатель, который, в принципе, позволит нам с очень высокой долей вероятности спрогнозировать динамику темпов экономического роста за второй квартал. И в 18.00 ждем протокола последнего заседания американского регулятора. Но теперь подробнее. Индекс доллара текущей котировки 105.40. Вчерашнее выступление Паула на конференции главы центральных банков в Синтри. В принципе, ничего нового. Паула отметил то, что ФРС добился значительного прогресса в снижении инфляции, и политика американского регулятора остается эффективной. Но важный нюанс заключается в том, что даже Паула не ожидает снижения индекса потребительских цен к целевому значению в 2% до следующего года. И это как раз заставило вот этот комментарий многих участников рынка немного понервничать, потому что, по сути, даже не делая комментарии и заявления о том, что в ожидательной ограничительной политике будет оставаться уместной долгий период времени, мы с вами можем, в принципе, сделать вывод, что если ФРС не прогнозирует скорое достижение целевого показателя, значит, ему придется делать больше, ну или, по крайней мере, не менять тот вектор денежно-кредитной политики, которая сейчас направлена на последовательное ослабление инфляционного давления. Паула очередной раз подчеркнул то, что ФРС не принимает решения заранее, все зависит от макроэкономических данных. Ну, в целом, мы и так знаем то, что доллар очень чувствительен в последнее время к статистике, потому что в каждом отчете любой анализирующий трейдер, инвестор, смотрящий на долгосрок, пытается найти ответ на вопрос, увеличились либо снизились шансы на то, что американский регулятор пойдет на снижение ставки в сентябре. Сегодня у нас два очень важных релиза, в частности, отчет по американскому рынку труда и ДП. Ожидается рост количества новых рабочих мест, если сравнивать с показателем двухмесячной давности. То есть в прошлом месяце экономика создала по прогнозам 160 тысяч новых рабочих мест против 152 тысяч двумя месяцами ранее. Индекс активности в сфере услуг ожидается на уровне 52,5. Это ниже, чем значение двухмесячной давности 53,8. Но все равно индекс остается в зоне роста, поэтому здесь особо в случае снижения негативить не нужно. Сектор растет, развивается и вносит свой позитивный вклад в общую динамику экономического роста. Я ожидаю то, что сегодняшние релизы не станут якорями для американского доллара и могут потенциально поддержать позиции этой валюты и отправить индекс доллара к уровню 106 пунктов. Также в пятницу это уже главный и ключевой фундаментальный триггер текущей недели. Будем готовиться сегодня-завтра к нон-фармам. И заранее оптимистичные ожидания я их транслирую. Надеюсь, если среди вас есть покупателей доллара, вы так же, как и я, видите в этих фундаментальных отчетах базу, при которой Федрезерву на текущем этапе вполне можно оставить все как есть и не активно готовиться к снижению ключевой процентной ставки в сентябре. Еще один нюанс хочу сделать, связанный с политической темой. Мы все ближе к ноябрьским выборам президента и в США. Соответственно, победа Трампа, которая обсуждается, это очень хороший нарратив для покупателей доллара, потому что нужно понимать то, что Трамп это человек, который политик будет выступать за снижение налогов, за поддержку национальных производителей и за торговую войну с Китаем. Это все инфляционная политика, которая будет определенным образом влиять на действия Федрезерва. И это не обязательно говорит о том, что американский регулятор будет оставить процентную ставку на высоком уровне на неопределенное время. Но это, по крайней мере, говорит то, что темпы снижения ключевой процентной ставки могут оказаться гораздо более медленными, чем хотелось бы убедить продавцам доллара. В этой связи у покупателей есть еще один фактор поддержки, это потенциальная победа Трампа. Золото 1330 долларов за тройскую унцию, а плетунда движения сокращается. Как правило, это предвестник очень скорой, резких движений и сильной волатильности. Обязательно учтите это, если вы следите за золотом. Возможно, рынку не хватает каких-то фундаментальных триггеров. И учитывая содержание экономического календаря, эти триггеры точно появятся. Если не сегодняшние данные по EDP, ISM и протоколам, то в пятницу точно non-farm perils. Я сторонник того, что доллар все-таки будет лидером рынка и продолжит оказывать давление на рынок драгоценных металлов. Евро против доллара 1,0744. Ждем следующий тур выборов по Франции. Состоится он в это воскресенье. Пока что партия Мари Липен получила 34% голосов. Ранее мы обсуждали, что это много, но недостаточно, чтобы взять полностью под контроль национальное собрание. Но очень хочется ультраправым все-таки получить этот тотальный контроль, потому что он позволит реализовывать все законодательные инициативы без каких-либо политических союзов и коалиций. Пока риски сохраняются. Я думаю, что в целом победа ультраправых это значительный риск для Франции. И впоследствии, если эта тенденция и течение распространяется на другие экономики ЕС, это может быть риском в целом для европейской валюты. Что касается монетарных действий Европейского центрального банка, то все больше чиновников ИЦБ поддерживают идею того, что ставки нужно снижать. Опять же, члены Совета управляющих ИЦБ Шинкуса, Васла, Мюллер тоже за идею того, что ИЦБ нужно, или по крайней мере, ИЦБ есть все основания, чтобы пойти еще на два снижения процентной ставки в этом году. И доказывают наличие этих оснований. Вчерашние данные по индексу потребительских цен Еврозоны в прошлом месяце инфляция снизилась с 2,6 до 2,5 процентов. И мы продолжаем транслировать идею того, что ИЦБ, возможно, одним из первых среди центральных банков развитых стран доберется до цели по инфляции в 2 процента. Лагард на пресс-конференции, на конференции в Синтрии ничего так же нового не сказала, но очень много говорила про проблемы в экономике. И я, в принципе, ранее уже озвучивал свою точку зрения, что если очевидны трудности и препятствия, которые имеются на пути экономического роста, то, может быть, стоит Европейскому центральному банку как раз задуматься о том, не помогли бы экономике более низкие процентные ставки. Особенно учитывая не такие уж острые проблемы с инфляцией, как сейчас есть ВС. Я за идею дальнейшего снижения евро и ждем пару ниже отметки 1,07. Фунт против доллара 1,2690. Риши Сонок, премьер-министр Англии, впервые за долгое время признал то, что победу на парламентских выборах могут одержать либористы. Соответственно, консерваторы проиграть. Если это произойдет, то либористы будут формировать новое правительство. О политических рисках я говорил 4 июля выборы. Я за дальнейшее снижение британской валюты к целевой отметке 1,25. Доллар франк 0,9040. Рос седьмой день подряд. Роничные продажи. Отчет указал на то, что потребительская активность снизилась очень сильно с 2,2 до 0,4% в годовом выражении. Это предвестник как раз потенциального ослабления инфляционного давления. Данные по индексу потребительских цен в Швейцарии мы ждем завтра. Я допускаю то, что индекс потребительских цен фактически может оказаться даже еще ближе к целевой отметке. Точнее, мы уже давно находимся в пределах целевого уровня Национального банка Швейцарии, но индекс потребительских цен может нацелиться на снижение к единице ровно. И это будет стимулировать, соответственно, Национальный банк Швейцарии на то, чтобы и дальше отказываться от жесткой монетарной политики, снижать ключевую процентную ставку, что я уже давно использую в качестве фундамента для продаж швейцарской валюты. Доллар иена пока все без изменений, 161.65. Вербальные интервенции явно не работают. Ни Банк Японии, ни Минфин постоянными заявлениями о том, что они готовы вмешаться, не смогли сломить вот это восходящее ралли. Нужно уже фактически действовать, я об этом говорил, либо внезапное в результате чрезвычайного, скажем так, заседания Банка Японии, снижение процентной, точнее повышение процентной ставки, снижение объемов программы количественного смягчения, либо валютные интервенции, которые в целом рынком ожидаются очень давно. Я за идею снижения пары доллар и иена к целевой отметке 155 и ниже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!